Школьный двор непроходной. В Айхале на воротах и калитках учебных заведений появились замки. Таким образом ограничили проход посторонних по территории. Зачем ужесточили режим? За ответом на этот вопрос моя коллега Оксана Мезенцева обратилась в школы-поселка. Раньше в Айхале жители так называемого нижнего поселка без проблем в обход через школу номер 5 добирались до верхнего поселка. Быстро и удобно нет проезжей части. Однако две недели назад проход через учебные заведения ограничили. На воротах и калитках появились замки. Ситуацию разъяснили в учебном заведении. Руководство школы утверждает, мера вынужденная. На основании федерального закона номер 35 о противодействии терроризма в школе была проверка отделом из ФСБ Республики Саха-Якутия, города Мирного. Поэтому были в школе приняты дополнительные меры по усилению безопасности учащихся на территории школы. В 23-й школе проход ограничили через задний двор. Однако скоро здесь будет забор по всему периметру. К нововведению жители поселка отнеслись по-разному. Я считаю, что нужно, но я думаю, сильно это не поможет. Если они захотят, то они точно проберутся. Но я думаю, к нам сюда не попадут террористы. Многие же лазят, и взрослые, и непонятно кто. Охрану там выстоять тоже в школе надо. Школьные дворы закрыты для посторонних по всей России. Так и должно быть, отмечают учителя. Замок на воротах еще и защитит от бессовестных граждан. Ломают наши заборы, гнут их. Прекрасный стадион построили. Дети, ну и взрослые бывают на этой площадке. Но это же все для нас. Поэтому я очень прошу, не сорите, не ломайте. У нас уже было покрытие стадиона, было уже оторвано. Мы ее опять вторично приклеили. Теперь школа-территория закрытая. Но наш народ к таким переменам не готов. Кто хочет, тот всегда найдет удобную лазейку даже в самом надежном заборе. Оксана Месенцева, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова